Понимание старости в Средние века. Средние века, милые мои, это такое интересное время. После реформации им было присвоено название темных веков, потому что папство, крестовые походы, инквизиция, формальные структуры в церкви, власть папы, в общем, темные века. Но когда мы сейчас объективно смотрим на них, то это великая всемирная для тогдашнего мира, европейского мира, школа. Что такое Европа? Европа – это варвары, немецкие племена в шкурах и лохматые, которые лавиной бросились на территорию Древнего Рима и стали хватать себе эти земли пледородные. И когда они стали грабить этот Рим, раздирать Римскую империю. Вот что такое Европа? Это варвары, которые нахватали себе куски Римской империи. И вы знаете ли, что христианская церковь Запада, это на Запад преимущественно, эти готские племена пришли, немецкие племена, она сделала величайший шаг, величайший, почему образовалась Европа. Она врагов этих, которые убили императора, которые грабили столицу, она для них открыла объятия, пригласила их в церковь и начала христианизировать. Слышите? Это нашествие было их варваров, это враги были, так? И она приняла их в объятия и стала им проповедовать. И получилось, что они признали власть Папы, они склонились перед церковью, они пополнили католическую церковь, много членов новых, они затем в их странах позволили христианизацию проводить, монахи огромный труд миссионерства начали. Это всё на Западе, все процессы эти были. Вы понимаете ли, как? Почему Европа, она едина даже сейчас? Потому что у них язык общий, это всё латынь. Латынь лежит в основе испанского, в основе английского, в основе французского языка. Почему немцы, если вы говорите, были варвары, готы, а почему немцы считают себя высшей расой, элитной расой? А потому что новый мир, следующий мир, который будет образовываться на развалинах древнеримского мира, всё, что мы говорили, сейчас пока Рим и Греция древние, на этих развалинах новый мир, где соединились гении французский и немецкий. Это они будут формировать следующие, средние века. Это они будут лидирующую такую играть. И поэтому они вот так себя считают. И вот понимаете ли, что это новое осмысление средних веков, это началась школа. Школа жёсткая. Ну, например, в воскресенье на площади городской выставлялись, например, женщины на позорное место поставлены. Им туда рогатки вставлены. Это она языком своим ругается, порочит, клевещет, на мужа там свой язык поднимает. Понимаете как? Вот она сидит. Всем понятно. Веди себя, держи свой язык в узде. Вор, которым отсекают там что-то, понимаете, он тоже выставлен или в колодках сидит, или что. То есть наглядное, жёсткое воспитание. Не сметь так делать. Не сметь воровать. Не сметь оскорблять. Не сметь, понимаете ли как? Это тяжёлая, тысячелетняя школа европейская, приученность к закону. Тут пока о благодати речи нет. Потом будет реформация, понимаете, которая будет говорить о благодати. А здесь пока речи нет. Она приучена к закону. Ну, и к уважению папству, и к уважению королю, и уважению вот так. Ну, и без этого не могло бы быть в недрах этого средних веков родилась будущая философия и будущие христианские авторы. И вот, в частности, взгляд на старость. Я сейчас познакомлю вас. Средневековые. В христианстве, значит, всё, что средние века – это христианские века. Средние века. Это когда уже христианство станет государственной религией. И вот тоже это никак нельзя перескочить. Когда государство и церковь соединяются, говорят реформаторы, церковь исчезает. Ну, так и так, да. Ну, понимаете, а тогда, когда были первые соборы, первые века христианства, как решения соборов писались? В согласии со всеми святыми, со всеми отцами, которые раньше писали, да? И с христолюбивыми императорами. Вот так. Христолюбивый император. Вы понимаете ли? И вот это называлось симфония. Симфония – такое вот единство власти церковной, власти государственной. А вот сейчас это уже как аксиома. Отделение церкви от государства и это главнейшая мировая заслуга баптистов. Это первые борцы были за свободу совести, за отделение церкви от государства. Именно баптисты. Не Лютер. Лютер, он зависел от князей. Он отделился от церкви католической, но он зависел от князей. Понимаете ли как? Что только баптисты поставили этот вопрос отделения церкви от государства. И этим самым облагодечествовали все другие деноминации, которые приняли это как само собой разумеющиеся уже. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Началось, но начался новый взгляд вообще на человека, на жизнь. В христианстве время приобретает направление, а жизнь приобретает историю. Так, а почему это так? А раньше разве не было истории? А раньше был круг. Захватчики приходили, уничтожали руководителей предыдущего народа. Потом они начинали жреть, развратничать. Приходили новые боевые молодые, побеждали, восстанавливали свою власть. Это можно называть вам где-то персы. Бавилоняне сменяли друг друга. Потом они тоже, молодые, начинали жреть, разлагаться. Потом их царство кто-то другой брал. Вот история. Вот история. Во время христианства история обретает направление. Вот история. Все результаты истории решаться будут не здесь, на земле, а решаться будут там. Вот. Жизнь приобретает историю, время, направление. Вся жизнь сейчас это история становления человека в ожидании века будущего. Вы понимаете, взгляд на человека старого это история становления человека в ожидании века будущего. Это осознает только старый человек. речь идет уже не о космосе, не о космических законах, как склонны были греки смотреть, а о личной вере. Изменение взгляда на мир, раскол, во время раскол на мир трансцендентный и мир имманентный. Трансцендентный это тот потусторонний мир, а мир имманентный внутренний мир. Для христианского мировоззрения эгоизм, который правил до христианства, главное – эгоизм. Что хочет человек, что ему хорошо, что ему благо. Но для христианского понимания эгоизм – это червь неумирающий и огонь неугасимый. Это гиена. Идеалом любви и служения мыслится старость. Бог дает заветы человеку, а старшие наполняют их опытом для младших. Опытом сердца и личной веры. Притча написана 17.6. Венец стариков, сыновья, сыновей их. И слава детей, родителей их. Какая связь. Жизнь средневекового мыслителя строилась в согласии с Писанием. Христианская философия – это единство слова и дела перед лицом истины. Не случайность жизни человека, предназначение человека. Ну, здесь я могу некоторых вот взгляды. Стройной системы старости тут нету. Но некоторые мысли есть. Ну, вот Ориген, например. Существа имеют свое бытие от Бога, разумность от слова, а святость от Духа Святого. Афанасий. Дыхание жизни, вот Бог вдунул дыхание жизни, была не душа, а Дух Святой. Первозданный человек был духовен. Его задачей было возвращение утраченного. Григорий там низкий, Григорий Богослов. Григорий Низкий, не другое. Григорий. Цель нашего странствия по возрастам восстановление в древнее состояние. По христианскому пониманию, человек в телесной жизни достигает старости по уставу естества. А дело же духовного возрастания Бог предоставил свободному призванию через труд и подвиг. То есть плотская старость наступает сама собой, а духовная старость не зависит ни от чего внешнего, хронологического. Вы знаете, есть интересное место в Библии, написано «Путь праведного, как светило лучезарное, нет, не путь, стезя праведного, как светило лучезарное, которое светлеет всё более и более до полного дня». Удивительная вещь. То есть наш духовный человек светлеет как день, набирает силу до полного дня, полный день, полнота возраста Христова, полнота нашего перехода в вечность. Понимаете, как светлеет день ото дня, всё светлее. Вот такой взгляд. Потому что ты ближе, Господь, к тебе, ближе, понимание больше, стремление больше к той небесной отчизне. света. То есть не угасания, а больше и больше света. Это нам встретится ещё, когда будем говорить о библейском взгляде. Ну, и блаженный Августин, потрясающий ум, он решал очень сложную проблему. как тленный мир соотносится с нетленным, как божественный входит в земное. Потому что задача человека облечься в нетлении. И как это всё преобразуется. Вы знаете, то есть Августин ставил вопросы, которые и мы ставим вопросы. Как же это такое, как же это такое, что Бог явился во плоти. Бог, который вечный, как Он явился во плоти, которое временно. Как произошло сочетание несочетаемого, небесного и земного. И тогда начинаешь уже целый круг мыслей, но это характерно было для отцов церкви. Они очень увлечены были мыслью, что человек здесь на земле может стать причастником божеского естества. Человек может стать, как сказал Афанасий, Бог воплотился, чтобы мы обожились. И другой отец сказал, Василий Великий, человек это животное, которому назначено стать Богом. И как это происходит? Мы тленные, грешные, падшие. как происходит это в нас изменение. Но оно происходит, появилась церковь, появилось понятие возрождения, появился новый человек. И это, конечно, невероятно, это никакую логику не вписывается, особенно в логику греческой философии. Если греку прочитать Евангелие от Иоанна, в начале было слово, что грех скажет логос. Слово было у Бога. Слово было Бог. Ничего не начало быть, как только все, что начало быть только через Него. Да. И слово стало плотью. Нет. Это не может быть, потому что есть абсолютная противоположность между материей и духом. Они никак не могут соединиться. Вот Августин ломал голову. Как нетленное могло соединиться с тленным? Как вечное могло соединиться? Понимаете вопрос? Это действительно очень интересный вопрос. То есть на наших глазах вот тут описано нечто невероятное произошло. Когда и конечно это полное изменение всей жизни рождения Христа. и воскресение его. Когда разорвана пелена и нам открыта вечность и мы даже видим, кто там в вечности. Наш представитель Иисус Христос представитель человечества. И Августин пытался найти смысловую возможность тленному облечься в нетлении. Потому что сказано Павел говорит нам предстоит это. Если Христос нетленный принял тленную тленное тело, то нам тленным надлежит облечься в нетлении. Так написано, так мы верим. Он видел, что законы развития идут к тлению. Вы понимаете, у меня муж был химик и физик. И он говорил, есть второй закон термодинамики, по которому всё тенденцию имеет к падению, к нулю. если ты не поддерживаешь движение молекул или каких-то частиц, почему стол стоит? Потому что всё время происходит движение, поддерживается всё. Если этого нет, то само по себе оно всё падает к уничтожению, к нулю стремится. Попробуйте мы комнату не убирать, попробуем мы дом не ремонтировать. Мы же видим, что всё само по себе, но всё падает, падательное, уничтожается. Ну и всё тлению подлежит. И сила воскресения это сила, которая совершенно противоположна тлению, обратно действует. Тленность это концентрация греха индивидуального в лоне греха первородного. Ну вот, и затем ещё какие мысли у Августина было, что душа это, нет, ум не есть отдельная способность, ум это средоточие, превосходящее душу. И душа это развертывание ума, и переход в инобытие. Душа стареет, если стареет ум. Но это главная мысль, которая будет сквозной идти, мысль. Душа стареет, если стареет ум. Если интеллектуально нет развития, то мы стареем, даже все наши органы стареют. Вот, логос души это устремлённость к облачению в Христово тело, обращение души в дух. Мистическая старость это духовное возрастание. Написано это так. Хотя тело моё хижина хижина ветшает, внешний человек тлеет, а что сказано внутренней? Обновляйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok